Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok В очередном отпуске, однако связи с коллегами не теряет. В конце прошлой недели он провел ряд рабочих встреч. С главой администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова и в частности они обсудили социально-экономическое развитие города «Спутника». Новочебоксарск готовится отпраздновать очередной день рождения. Самый молодой город Чуваши динамично развивается. Появляются новые предприятия, осваиваются новые направления. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, сохранение положительной динамики позволит пополнять доходную часть бюджета выше предусмотренных плановых показателей. Новочебоксарск участвует в 16 региональных проектах. До 2024 года в городе должно быть построено около 400 тысяч квадратного метра жилья. Особое внимание в социальной сфере. Благоустройство, зеленение, ремонт дорог, развитие инфраструктуры под постоянным контролем республиканских властей. Ольга Чепрасова рассказала о строительстве спортивных объектов. Спортивная площадка работает, она полностью уже завершена. И подрядчик по открытому аукциону был определен в завод игрового спортивного оборудования. Гарантия имеется на тренажеры. И тренеры наши уже опробовали. В разговоре коснулись и развития здравоохранения в Новочебоксарске. За последние годы выделены масштабные средства на капремонт медучреждений, материально-ресурсное обеспечение. Во всех учреждениях применяется принцип «Бережливая поликлиника». Одно из градообразующих предприятий Новочебоксарска отметило десятилетие. Солнечная энергетика становится все более доступной для регионов страны. Подробности в следующем материале. Тонкая работа. За большинство операций на заводе отвечают роботы. Люди на подхвате у машин. Потребность в альтернативной энергетике в стране растет. Более 200 мегаватт солнечных модулей, а это почти половина от спроса, производят в нашей республике. Инновация предприятия – двухсторонние панели на стекле. И, соответственно, это двухсторонняя выработка. То, что я говорил, это плюс 10% погоды к стандартной выработке вот такого модуля. Понятно. А от отражения, наверное, тоже там с той стороны он... Да, да, за счет отражения, потому что... А что, до солнца? А с той стороны, до 8 до 7. Да, а с той стороны, да. Особенно снежную погоду вообще замечательно. Только за пять последних лет компания «Хивель» ввела в строй более 20 солнечных станций. Один из самых масштабных проектов реализовали на западе Оренбурга. Фотомодули здесь занимают площадь 170 футбольных стадионов. Глава республики отметил, что задача Новочбоксарского завода – рост экспортных поставок. Насколько я знаю, вы входите как инновационное производство, пятерку мировых лидеров по производству солнечных модулей. Очень высокая производимость труда, более чем 18 миллионов рублей на одного работающего. Сейчас завод обеспечен заказами на годы вперед. Для развития солнечной генерации продолжают разрабатывать и новые типы модулей. Дмитрий Ковалев и Вадим Владимиров. Республика. Гражданская ответственность о работе и перспективах на будущее говорили на встрече глава Чувашия Михаил Игнатьев и председатель общественной палаты Республики Алексей Судлинков. Роль общественной палаты в регионах, как институт гражданского общества, трудно переоценить. Все решения органов власти, имеющие социальную значимость, проходят через экспертов палаты. По мнению Михаила Игнатьева, именно там, где чиновники недорабатывают, нужна сила и влияние гражданских активистов. Это дает синергетический эффект взаимодействия с органами власти, чтобы снимать в отдельных случаях просто социальное напряжение. По тем проектам законов, которые вы проводите в чтении, это очень значимо для нас, потому что те проекты законов, которые вносит Кабинет министров, по разным вопросам, с учетными изменениями федерального законодательства, минимизируете все те ошибки, которые могут быть при принятии любого закона. Поэтому вот за это хочу выразить слава Владимировича. Поле деятельности для неравнодушных людей есть всегда. В Общественной палате Республики регулярно проходят круглые столы по самым актуальным вопросам, волнующим жителей. Мы проводили круглые столы по реализации проекта образования, здравоохранения, сельское хозяйство, дорожное строительство. Мы рассматривали вопросы, связанные с терпыми бытовыми отходами. И когда проводишь эти круглые столы, и когда присутствуют люди, когда люди рассказывают, очень многие вещи снимаются. Михаил Игнатьев и Алексей Судленков обсудили предстоящие в сентябре до выборов Государственный совет Чувашии и органы местного самоуправления. Палата намерена выставить на участках своих общественных наблюдателей. В прошлую кампанию активисты сыграли большую роль в соблюдении прав избирателей. И еще несколько тем, которые обсудили стороны. Это безопасный отдых в детских загородных лагерях, питание в школах и детсадах. И участие наших студентов в мировом чемпионате рабочих профессий, который состоится в 20-х числах августа в Казани. Темпы уборки урожая нужно ускорить. Сейчас аграрии республики отстают от намеченного графика на неделю. Такие данные озвучил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов на еженедельном совещании. Показаться пока нечем. По состоянию на 12 августа, по данным администрации муниципальных районов, сельхозорганизаций и крупных ПФХ, скошено чуть более 19 тысяч гектаров зерновых и зерновоговых культур. В прошлом году на эту дату было 94 тысячи. Осложняет уборку погода. Урожайность на уровне прошлого года. А вот цены выше. Что касается цены на зерно. Рожь 9 тысяч рублей. Это почти на 60 процентов выше, чем в прошлом году цена. Дешеветь по прогнозам уже цена не будет. Поэтому в порусе тех, у кого есть возможность сохранить зерно и продать, позже не спешить с продажами. В восьми районах республики также начали убирать картофель в пяти овощи. Помимо уборочных работ, аграрии начали подготовку почвы к посеву озимых. Сергей Артамонов призвал активнее закупать семена элитных культур. Он отметил, что сельхозпроизводители могут рассчитывать на возмещение затрат на закупку семян. Ольга Паверичкина, Валерия Резюков, Республика. Город твоих побед. Под таким девизом пройдет праздничная неделя, посвященная 550-летию столицы республики. Итоги социально-экономического развития Чебоксар подвели на расширенном совещании. Какие приоритеты обозначили перед местными властями? Ответы у Дмитрия Ковалева. Столица региона на пороге реализации масштабных проектов. Только до конца этого года в городе должно быть открыто 10 детских садов. Ударными темпами строятся и новые школы. В перспективе в Чебоксарах будет решена проблема обучения ребят во вторую смену. В новом учебном году в таком режиме будет работать 22 учреждения. Решение видим в активном участии в национальном проекте образования. В конце прошлого года приступили к строительству школы на 1600 мест в новом городе. В сентябре будущего года она будет введена в эксплуатацию. Разработан проект школы на 1650 мест в микрорайоне Садовой. Готовятся проекты школ в микрорайоне университетский, Солнечный и другие. В план дорожных работ в этом году включили аварийные участки. Впервые за 30 лет будет отремонтирован Сугутский мост. Здесь подрядчики не просто укладывают новый асфальт, но и меняют опоры. Еще одна масштабная для города программа – чистая вода. Реализация проекта позволит построить и реконструировать в городе канализационные коллекторы, насосные станции, ну и, как уже отметил, систему водоснабжения и водоотведения. Столица региона растет. В этом году строители намерены сдать свыше 9 тысяч новых квартир. В городе, отметил председатель правительства республики, должно поэтапно исчезнуть и аварийное жилье. Для этого Чебоксарам необходимо включиться в реализацию национального проекта. Город Чебоксары в связи с тем, что он не видит желающих участвовать в аукционах, отказался на первом этапе участвовать в реализации национального проекта аварийное жилье на 2019-2020 год. И здесь вот я еще раз с этой трибуны подчеркиваю, прошу строителей с городом Чебоксары этот вопрос с администрацией урегулировать, чтобы уже в 2020-2021 году город мог подключиться к реализации национального проекта. Понятно, что строительный бизнес – это коммерческий бизнес, но без вашего понимания этого вопроса, без отклика администрации к городу Чебоксары, республики, мы не сможем закрывать вопросы по социальным группам. Это и дети-сироты, это и аварийное жилье. Важная задача для властей города – рост доходов, отметил Иван Моторин. По налоговым доходам менее 1%, соглашение, которое подписано городом, оно говорит о том, что еще нужно порядка 4% увеличить собираемость налогов. На финишной прямой юбилей столицы. За вклад в развитие города руководителям предприятий вручили памятные медали. Дмитрий Ковалев и Михаил Солин, Республика. Карты принимают банковские и единая транспортная. Оба способа оплаты безналом в общественном транспорте действуют. Хотя ранее компания ЕТК планировала приостановить прием банковских карт. Однако на днях это решение отложили. Зашел в троллейбус, оплатил, получил билет. Это подтверждение проезда. А за подтверждение оплаты, передачи денег, вам должны выдавать еще и чек. Это теперь обязательные условия для транспортных компаний. Новые поправки в федеральный закон вступили в силу с 1 июля. Выдавать одновременно и билет, и чек можно только с онлайн-касс. А весь транспорт Чебоксар сейчас оборудован офлайн-аппаратами. На переоборудование транспортникам дали год. Штрафы не будут накладываться до 1 июля 2020-го. Однако фактически оплачивая проезд в городе, мы передаем деньги компании ЕТК. Транспортники лишь посредники. ООО ЕТК не является перевозчиком. Соответственно, мораторий на нас не распространяется. Мы, конечно, запросили у различных органов власти запрос, но пока конкретно ответа мы не получили. Сначала ЕТК выдвинуло транспортникам ультиматум и планировало отключить оплату по банковским картам в общественном транспорте с 13 августа, предложив владельцам вложиться в облачные кассы. В том же билете, который выдаю сейчас, выдавать QR-код. Это позволит отчитываться, и этот документ будет являться банком срога отчетности. Но за эту услугу просят 0,5%, и здесь возникают вопросы у перевозчиков, и до конца этот вопрос не урегулирован. И руководители ЕТК ведут, на мой взгляд, тоже не совсем правильно, выставляют ультиматумы. По этой же причине нельзя было расплачиваться банковской картой на маршрутах Чебоксара-Новочебоксарск. Сейчас эту возможность вернули. Переговоры министерства, городадминистрации и компании оператора привели к временному решению. Дождаться разъяснения от Минфин России, как будет действовать механизм реализации. А пока банковские карты принимают и будут принимать в маршрутках, автобусах и троллейбусах. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Год театра в России продолжается. В Привожском федеральном округе ему посвятили большой фестиваль-конкурс детских и молодежных творческих коллективов. По результатам регионального этапа победителями стали театр Чебоксарского лицея номер 44 и студенческий театр Абрикосовый сад. Они и будут представлять Чувашию на окружном этапе. Такого масштабного проекта для любительских коллективов еще не было. Объединить более тысячи школьных и 130 студенческих театров. Задача фестиваля – театральное приволжье. Победителем регионального этапа стал Межвузовский студенческий театр Абрикосовый сад. Постановка «Мой дедушка был вишней» в исполнении студентов Чувашского госуниверситета стала лучшей. Главную роль в ней сыграл будущий юрист Вячеслав Краснов. Мне нравится, когда ты выступаешь как актер для зрителя, ты этого зрителя можешь чему-то научить. Этот зритель после спектакля может пойти домой и что-то обдумать. У него было какое-то важное решение, например, какая-то мысль наткнула в этом спектакле на дальнейшее его продвижение. И это очень главное, мне кажется, учить зрителя какой-то нравственности, может быть, морали, не забывать добро, зло. На театральное искусство эти ребята тратят все свободное время. И не важно, что они играют – детскую сказку или серьезную драматическую постановку. Задача всегда одна – по-настоящему прожить свою роль. Театральное искусство среди студенчества развивалось всегда. Просто всплеск произошел в прошлом году, когда на базе Чувашского государственного университета появилась идея создать такую межвузскую театральную студию под названием «Брикосовый сад». И впервые в прошлом году 37 субъектов, представителей вузов, не только Привузской Федерации, приняли участие в этом межвузовском фестивале. Фестиваль продлится до 31 октября. Победители получат гранты на создание новых спектаклей. Напомним, все постановки региональных финалистов можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чувашии. В октябре мы покажем 28 спектаклей из всех регионов ПФО. Рифат Фаткулин, Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Как сделать вкусный репортаж, организовать рейтинговые ток-шоу, писать так, чтобы тебя не пролистывали в соцсетях? Четыре дня опытом с сотрудниками нашей телерадиокомпании, пресс-секретарями муниципалитетов и различных ведомств делились коллеги с Первого канала. Как это было, смотрите далее. Вы красивые, вы красивые, почему же нам провести этот день вместе? Для телеведущего одной красоты мало. Чтобы зритель любил и смотрел, надо чем-то зацепить. Александра Смола знает по программе «Видели видео» на Первом канале. Секрет успеха коллеги – чувство юмора. Я не боюсь быть смешным. Я думаю, что если я облажаюсь, я должен это признать. И иногда по нашим ошибкам нас запоминают. Дыхание, тембр голоса, грамотная речь. Над этим ведущие и корреспонденты работают постоянно. Ирина Пудова показала свои фирменные упражнения. А мы тренировались вместе с ней. Уважаемые телезрители, ну вот где вы еще видели наших ведущих новостей Маргариту и Юлю? Вот в таком виде, с раздутыми щеками, да? Что называется, Юля будет дуть. Дело в том, что дуем сейчас на листочке. Мы не просто так. Мы выполняем упражнения на дыхании. У нас проходит мастер-класс от наших коллег с Первого канала. Это для того, чтобы сделать наши новости еще интереснее для вас. Мне очень понравилось, что запрос от ваших журналистов, от местных журналистов исходит очень грамотный, очень конкретный и очень тонкий. То есть с сознанием дела. Мы общались на одном уровне. Это очень важно, потому что ты понимаешь, что здесь, в зале, да, как бы с той стороны сцены, профессионалы. Профессионалы знают, что нужно зрителям. Интересные человеческие истории, добрые репортажи востребованы сегодня как в телеэфирах, так и в социальных сетях. Там, где больно, там всегда история. Там, где больно, там и добро. И вот ищите вот добро, там, где может быть и больно. Теория без практики – пустой звук. Пришло время показать на деле, на что способны местные журналисты. Записываем видео на месте. Появление корреспондента в кадре на профессиональном сленге – стендап. Спустя семь лет снова сесть за парты. В эти дни корреспондентов и операторов национального телевидения «Чуваши» пытаются обучить коллеги из Москвы. Прямо сейчас мы записываем стендапы. Отлично у меня пошел девятый дубль. Четыре дня интенсивных лекций и мастер-классов. Каждый день новый спикер. И, конечно же, какое обучение без практики. Вот прямо сейчас я и мои коллеги выполняем задания от наших спикеров с Первого канала. Вот, посмотрите. Нужно записать стендап. Ну, я надеюсь, с своим заданием справилась. Вот так эмоционально ярко прошло наше обучение. Сегодня здесь, правда, чувствую обратную связь. То есть я не просто какой-то лектор с трибуны выступающий. Я чувствую партнеров, чувствую коллег, которые тоже так же с такими же проблемами, как и я сталкиваются. У которых такие же мысли, такие же чаяни, такие же надежды. И которые заинтересованы, задают вопросы, заинтересованы в развитии, впитывают все как губка и даже отдают многое очень. А показать, как это все было, мы смогли благодаря нашим операторам, которые все это снимали. Корреспондент, он знает, что он хочет. А оператор знает, как это сделать. За кадром осталось еще много профессиональных секретов и фишек. Как мы их будем применять, увидите в эфире. Раз, два, три! Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Андрей Спиридонов, Борис Андреев, Республика. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. КОНЕЦ